Тут редкий случай, когда в сердце краевой филармонии слышны не овации, крики браво и музыка. Сегодня здесь звуки рабочих инструментов. Впервые в истории театра музыки увеличивают размеры сцены. Каркас покрываем логостойкой фанерой и покрытием. И делаем так, чтобы рояль не провалился. В общем-то там очень серьезные такие конструкции. Осталось сейчас положить ковролин, закрепить его и все. Сцена увеличена на 2,5 метра. Причина нововведения – идущий полным ходом фестиваль «Цветущий богульник». Концертные программы в этом году впечатляют своим размахом. К примеру, музыканты Красноярского академического симфонического оркестра в составе 85 артистов на сцену выйдут одновременно. Наша сцена просто до этого не позволяла провести. Мы изготовили специальные подиумы и увеличили глубину сцены, убрав более 40 мест. К тому же 4 апреля на этой сцене выступит уже капелла Юрлова и Иркутский симфонический оркестр губернаторский. Там уже будет 140 человек на сцене. Поэтому этот фестиваль для нас – это, прежде всего, такое масштабное событие, чтобы привести, да, в чуту, показать уровень. Мы вот идем на такие смелые поступки. К слову, это удивительная творческая коллаборация в программе произведения для хора и симфонического оркестра. Артиста в таком составе теперь уже обновленная сцена краевой филармонии принимать будет впервые. Фестиваль «Цветущий богульник» – это яркий фестиваль, который задает план, куда является визитная карточка Забайкальского края. И с самого своего формирования международные, да, артисты раньше приезжали. И вот в этом году мы именно российскими коллективами забиваем такую вот масштабную программу. Оценить нововведения и насладиться творчеством именитых артистов Забайкальские зрители смогут уже сегодня в Большом концертном зале краевой филармонии. Анжелика Понебрашина, Ирина Тимофеева, ЗОП-ТВ.